Как прекрасно, что у нас дружная есть семья. Здравствуйте, я Наталья Кузнецова, руководитель Центра семейного развития Веста. И у меня в гостях Ольга, Олег. И мы хотим поделиться сегодня нашим новым проектом, который называется «Путешествие краба в стране Англиантия». А как же наш проект родился? Оль, расскажи, пожалуйста, ты у нас вдохновитель нашего проекта. Как вообще возникла такая идея? Родился наш проект сегодня, вообще-то, да, 18 мая? Вынашивали мы его долго. Значит, когда-то я познакомилась с вашим мужем в будущем. Он разговаривает только на английском языке, русский очень плохо. Понимает. Я начала из себя, я учила в школе английский язык, я начала из себя вытягивать очень далёкие знания английского языка, и начала с ним общаться. Затем в гости мы приехали, и Матвейка начал с ним общаться. То есть Матвейка уже выдавал какие-то... Ой, они там так смеялись в комнате, играли что-то. То есть, а Виктор-то не общался на русском языке, только на английском. Вот с того момента мне очень захотелось, чтобы Матвей учил язык английский. И я хочу восстановить память. Я очень мало его учила, несколько лет всего. Но что-то где-то... Да, не всё я понимаю, когда с Виктором общаюсь. Но, тем не менее, очень даже мне понравилась эта идея. И первый наш клиент нашего проекта – это мой Матвей и я. То есть даже два клиента. Оль, то, что ты говоришь, мне очень знакомо, потому что, когда я приехала и жила за границей, именно там, в естественной атмосфере, у меня получилось погрузиться в язык, и он пошёл легко. Вот в какой-то момент мозг переключился вот из этой формулы переводить с русского на английского, с английский на русский. И мозг начал мыслить, воспринимать и мыслить уже на английском. Это было удивительное состояние такое, которое, когда ты вдохновилась этой идеей, я её подхватила сразу, потому что я тоже об этом думала. И это то, как, в общем-то, мы и со взрослыми общаемся. То есть это живое общение на английском языке для того, чтобы окунуться в сам язык, вовнутрь, и начать на нём думать. И тогда легко идёт разговор. И, Олег, расскажи, пожалуйста, ты у нас главный ведущий, немножечко о программе, как это будет, чтобы родители посмотрели наше интервью, и они бы уловили такую суть, да, ну, может быть, философию этого проекта, цель, и в результате шоколад, когда мы говорим, что что-то, что как награда для ребёнка будет, ну, или для родителя, который приводит ребёнка к нам. Совершенно верно, потому что для ребёнка очень важна мотивация, да, то есть если мы говорим, мы идём заниматься, идём заниматься английским, то это, естественно, обескураживает ребёнка, ему надо делать какие-то усилия. А всё, что сделано через усилия, особенно, чтобы запустить нашу долговременную память, это очень трудно даётся, очень долго даётся. Поэтому я думаю, что основная цель нашей инициативы, нашего проекта, это вовлечь ребёнка в натуральный интерактив, где ребёнок чувствовал бы себя комфортно, раскованно, в такой нестандартной ситуации, где все радуются, потому что радость – один из неотъемленных компонентов, чтобы запустить нашу долговременную память. Это самомотивация такая. Да, то есть где-то, чтобы ребёнок просто знал, что он идёт в радость, он идёт именно наслаждаться этим временем, в игре, там, не знаю, с какими-то вещами, где просто будут какие-то нестандартные вещи происходить, например, да, где будет он попадать в атмосферу путешествия, где-то приключения. Приключения, поэтому мы и назвали путешествия и приключения. Мы, те родители, которые уже, наверное, решили привести на пробное занятие к нам ребёнка, пожалуйста, не говорите своему ребёнку, что мы идём сейчас на занятия английского языка. Пусть это будет, пойдём, посмотрим, там, крабик приглашает в путешествия, в приключения, пойдём, поиграем с крабиком, пойдём с ним встретимся. Мы поэтому так и назвали приключения краба. То есть у нас нет слова «надо», у нас нет слова «учиться». Да, у нас нет слова «занятия». У нас нет слова «занятия», у нас нет домашнего задания, у нас только путешествия, приключения. Путешествия, приключения. В естественной языковой среде. Так вот, про шоколадку, то, что в результате этих приключений и путешествий ребёнок у нас приобретает навыки общения натуральным образом, начинает мыслить на незнакомом языке естественным образом, и у него происходит изменение в мышлении, в адаптации к этому языку, находясь в атмосфере языковой, которую мы создаём вместе с нашими помощниками, играми, интерактивами, которые мы будем просто направлять на то, чтобы помочь ребёнку. Да, то есть в нашем, вот в этом проекте основным критерием является, что ребёнок попадает на часовую встречу с крабиком, и с преподавателем языка. Язык в этот момент только английский, то есть другого языка не будет. И ребёнок... Никто переводить. Никто не переводит, не будет переводить. И ребёнок, попадая в эту атмосферу, как будто в другой мир, в другую страну, что-то... И он будет постепенно адаптироваться к языку и начинать мыслить и общаться именно на самом языке. Также у нас будут встречи на английском языке, дни рождения можно организовывать на английском языке, праздники на природу, праздники... Всё это на английском языке. Всё на английском языке. Детям никто переводить не будет. Они будут сами понимать. Ну, я по себе знаю, общаясь с Виктором и с Олегом, по себе знаю, что он начинает говорить на английском. Я вытягиваю из памяти... Да, я же учила, дети ещё не учили. Я вытягиваю из памяти и начинаю ему отвечать. То есть это неосознанно происходит. Это вот. Ну, живой пример я. Вот слово живой очень мне нравится, потому что именно слова английские, они начинают оживать для ребёнка. То есть если, когда какой-то идёт сухой курс по какой-то книге или по какому-то определённому учебнику, то у нас этот учебник, он будет живой. Наши специалисты, они в основном научились уже сейчас в современном мире, по всему миру, они работают живым языком с детьми, да? То есть... То есть, например, если ты говоришь «The gap – чашка», да? То будешь показывать. Правильно я понимаю? Конечно, любая эмоция, любой глагол, мы будем просто использовать все наши методы восприятия информации, которые... Но как мы учим ребёнка, когда он рождается русскому языку? Мы же не переводим на какой-то другой язык. То есть мы показываем, да, и говорим «нос». То же самое и происходит, когда ребёнок попадает в атмосферу английского языка, ему показывают и говорят вот эту часть тела именно на английском языке, без перевода, без пояснений. И постепенно там к какому-то уже тематическому путешествию, мы их так называем тематические приключения, потому что они будут действительно посвящены разным сферам жизни, практического применения языка. Вот. И ребёнок учится с разных сторон для своего будущего общения уже. То есть воспринять язык и практически его применить. Да, у нас есть маленькие секретики. Обо всём мы сегодня рассказывать не будем, потому что у этого проекта есть свои. Там такие вот особенности. Это наши личные секретики, которые мы не выдаём. Но мы первое, что приглашаем сейчас на мастер-класс, который состоится 28 и 29 в Парке Победы. Пожалуйста, звоните лично по телефону, узнавайте детали, когда что произойдёт. Вот. И ждём вас в гостях у крабика в стране Англионтии. Продолжение следует...